Продолжение следует... Оказались не только женщины, но и мужчины. Номи Кэмпбелл, Катя Лейлин, Желика Грубаш. У всех этих красавиц, бывшие мужья или бойфренда, требовали подарки назад. Российская актриса Марго Адаева не стала исключением. Он начал орать, чуть ли не топать ногами, бить стены и говорить, я на тебя столько денег трачу и вообще, знаешь, что возвращай ко мне все подарки, все, что я тебе подарила. Это были всякие антикварные, знаешь, такие штуки тоже, всякие шкатулочки антикварные, антикварное зеркало огромное, комондля. Я просто сейчас вспомнила, как я перед ним сижу, перед этой штукой своей, и мы с ним разговариваем. Это были кольца, это были серьги, это были всякие подвески, это были шарфики, это были свитшоты, это была одежда. Он меня одевал, то есть он говорил, а давай ты вот это наденешь. И потом только, знаешь, когда отношения закончились, я поняла, что это что-то такое странное, я поняла, что это не я, это какой-то другой человек. Это были оправы для очков, учитывая, что у меня тогда зрение было вообще нормальное. Я не знаю, что он бы с ним делал. Перепродал бы на eBay, наверное, я не знаю. Сам просто факт того, что он свое забрал назад. В моем случае это было буквально все. Все, что он когда-либо мне покупал, или что я покупала, например, на какие-то его средства. Была даже переписка, где он сказал, чтобы я вернула ему все. Я сказала, хорошо. И он составил даже список. Он разрешил мне оставить себе, прошу прощения, пару трусов, пару брюк, какую-то куртку и все. А все остальное отдать. Все драгоценности, одежду, обувь, то есть все. Белье нижнее, да. Я не знаю, с какой целью, но, видимо, может быть, передарить можно кому-то потом. Анна Федосеева, экс-супруга бывшего совладельца Росевробанка Сергея Гришина, пострадала сильнее, чем кто-либо в этой истории. Ее муж пытался признать брак недействительным, а потом обвинял бывшую супругу в незаконном обогащении и пытался посадить в тюрьму на 10 лет. Когда не получилось, стал угрожать убийством. Пришлось все отдать. Мне еще угрожали и пытались убить. Поэтому это был инстинкт самосохранения просто. Ну, то есть отдать, может быть, он оставит меня в покое. Вот. То есть тут вопрос в этом. Я не считаю, что женщина должна что-то отдавать. То есть это вообще изначально сама ситуация какая-то. Ну, она неправильная. Так не должно быть. Вы там... Все равно в любом случае, прожитое вместе время, понятно, что в разрыве виноваты оба. Кто-то больше, кто-то в меньшей степени. Но это не значит, что мужчина должен вести себя таким образом. Отдай мне все, что я тебе купила. То есть ты любил эту женщину, а потом вы развелись, и вот ты перестал ее любить, и она должна тебе что-то отдавать. Ну, это неправильно. Адвокат Екатерина Духина считает, что дело в таких случаях совсем не в подарках. Большое количество, на самом деле, кейсов. Особенно в последнее время мы с коллегами смеемся, что это поветрие бывших любовников. Наказать эмоционально в более слабую сторону. А каким образом? Ну, прийти и сказать, что не супруга ты мне больше, или не девушка. Поэтому разочарован я, и все обратно верни, пожалуйста. Тем более, что закон это позволяет сделать. Потом он мне впоследствии написал, сказал, что мне ничего не надо, я просто испорчу твою жизнь. То есть я думаю, что для многих мужчин эта ситуация, это рычаги управления нами, ну, женщинами в какой-то степени. Ну, они так думают, что это рычаги управления, что мы почему-то держимся за это все. Но в этот момент ты понимаешь, что как бы тебе все эти вещи, все эти поприкушки, они тебе в принципе не нужны. Что-то я оставила, потому что, когда я уезжала, я тайно собирала какие-то свои личные вещи из его квартиры, клала тайно в багажник. И что-то я оставила там в квартире, в то же самое зеркало, антиквары, какие-то шкатулки. Ну, все, что там не утащишь из квартиры, и что мне не нужно сейчас. Что-то так получилось, что у меня осталось у меня здесь, в России, и это все тайным образом исчезло. Осталось только кольцо помолвничное. Ну, женихи уходят и приходят, ломбард работает всегда, как говорится. Я все продумал, у меня теперь есть средства, мы снимем комнату, начнем жить заново. Я к тому, что выходи за меня замуж. Не только наши удивляются в связи с поведением бывших поклонников, но и американские суды довольно часто с этим встречаются, потому что в американском законодательстве есть примерно аналогичная норма, согласно которой кто угодно может потребовать возмещения материального вреда, который возник в результате не сложившихся отношений. Господин Доронин требовал от Наоми Кэмпбелл возврата дорогостоящего имущества, которое якобы было передано ей на временное использование, может быть, на хранение, и даже возврата какого-то займа, который он ей передавал в тот момент, когда их отношения еще были в полном расцвете. Каким образом доказать? Переписка сторон в любом мессенджере. Будь это даже Инстаграм, или мессенджер Фуисбука, или самый простой WhatsApp. Кроме этого, есть сверельские показания, которые тоже вполне принимаются судом, потому что суды, которые слушают обстоятельства таких дел, это суды общей юрисдикции, это не арбитражные суды. Судьи, которые работают в этих судах, гораздо более внимательны к эмоциональной сфере, в которую вовлечены герои по какому-то конкретному делу. И в рамках этой эмоциональной сферы могут быть близкие родственники или быть друзья, которые будут рассказывать, что эти люди выходили вместе. Вот, например, там Василий Петрович при всех рассказывал, что скоро подарит Мерседес Василисе Ивановне. Василиса Ивановна радостно по этому поводу хлопала в ладоши и страшно вызывала зависть у всех окружающих подруг. В том числе показания этих сотрудников, подруг могут быть приняты в рамках судебного заседания в качестве основания для отказа в выиске о возврате и основательного обогащения на этот самый Мерседес. То есть, если, например, на этот Новый год мне подарят Мерседес, мне важно написать в ответ «Спасибо, любимый, за такой шикарный подарок». И тогда это меня может обезопасить. Да. И если с той стороны не будет тут же отправлено сообщение о том, о чем ты, милая, какой это подарок, это я тебе взаймы деньги дал под 5% годовых, ну, как сможешь, так и отдашь, то ваша позиция будет уже более подкрепленной. История с возвратом подарков может оказаться гораздо более травмирующей, чем кажется. Мне очень тяжело принимать подарки, я теперь думаю, что я всем должна. Если мне дарят что-нибудь, вообще что-нибудь, я перестала верить в доброту людей и в их щедрость. Мне теперь кажется, что каждый подарок несет за собой такое, знаешь, как будто бы я подписала какой-то договор кровью, и теперь я что-то должна сделать взамен и как-то отблагодарить, не знаю, телом. Адвокат Духина рекомендует. Присматривайтесь к душевным порывам партнера чуть внимательнее. За время моей долгой практики я могу точно сказать, что если ко мне приходит девушка, которая рассказывает про фантастический сногсшибательный роман, связанный со значительными материальными подарками со стороны ухажера, я сразу предлагаю ей насторожиться. Потому что вот эти вот яркие ухаживания, очень яркие по сравнению с повседневной жизнью, как правило, не приводят к хорошему концу. Бойтесь тех, кто преподнесет вам Мерседес на втором свидании. Могут на четвертом попросить его обратно.